Безопасности детей – особое внимание. В администрации прошло еженедельное аппаратное совещание при главе района. В повестку дня было вынесено четыре вопроса. Одним из основных стал вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений. Подробности в первом материале выпуска. Чтобы дети могли спокойно заниматься в школах, а малыши ходить в детский сад, в Славянском районе проводится целый ряд мероприятий, направленных на обеспечение их безопасности. На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях ведется видеонаблюдение. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Охраной и обеспечением пропускного режима в школах занимаются представители лицензированных охранных организаций, в том числе казачьих. Получил удостоверение, каждый год мы проходим медкомиссию, продляем, сдаем экзамены. Основная работа – это обеспечение безопасности людей, детей, соблюдение пропускного режима, осмотры территории, въезд транспорта. В детских садах контрольно-пропускной режим осуществляется сотрудниками учреждений. Системами контроля и управления доступом до школьного учреждения – домофонами. Оснащены 15 детских садов. Не секрет, что здоровье детей – это самое дорогое, что у нас есть. Поэтому мы создаем все условия для того, чтобы детки здесь чувствовали себя уютно и, конечно, безопасно. Для этого у нас установлены видеокамеры на центральном, на одном и на втором ходах. У нас работает пропускной режим. Родители с пониманием относятся, поэтому, подходя к калиточке, вы обратили внимание. Там есть кнопочка, нажимают. Мои сотрудники встречаются, беседуют, узнают, кто по какой причине посещает детский сад и пропускают на территории детского сада. На аппаратном совещании начальник управления образования Виталий Китаренко рассказал также, что с сотрудниками всех образовательных организаций проведены инструктажи по технике безопасности. Систематически осуществляются тренировочные эвакуации учащихся на случай чрезвычайных ситуаций. Разработаны паспорта антитеррористической защищенности. В каждом учреждении имеется кнопки тревожной сигнализации. При срабатывании данной кнопки сигнал передается на пульт МЧС, который, соответственно, информирует о делах внутренних дел. Проверка исправности кнопки проверяется один раз в месяц, соответствующие записи в журнале. Во всех организациях подтверждены паспорта антитеррористической защищенности, в которых прописан четкий алгоритм действий при возникновении террористической угрозы и нынешних случайных ситуаций. Обсудили на аппаратном совещании и вопросы обеспечения дорожной безопасности при перевозке детей. На балансе образовательных учреждений Славинского района находится 30 транспортных средств. В прошлом году в школы хуторов Маевский Голицын-Коржевский было приобретено три новых автобуса. В этом году за счет средств муниципального бюджета планируется купить еще четыре на замену устаревших. Срок эксплуатации школьного автобуса не может быть более 10 лет. Сотрудниками ГИБДД совместно с прокуратурой проводятся проверки технического состояния транспорта и правил перевозки детей. Все выявленные недостатки немедленно устраняются. Единственная проблема, которую на сегодняшний день не удается решить, это состояние дорог на участках Забойский-Деревянковка и в станице Анастасиевской от молочно-товарной фермы 6 и свино-товарной фермы 2 до 28-й школы. Во время дождей дорожное полотно размывается, перевозка детей становится небезопасной. Глава района Роман Синеговский дал поручение заместителю по вопросам ЖКХ транспорта и связи Александру Берсинёву вплотную заняться решением этого вопроса. Говорили на совещании и о таком понятии, как социальная безопасность учащихся. В связи с событиями на Ближнем Востоке усилением экстремистских течений эта тема в последнее время стала особенно острой. Управлением образования утвержден план мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде. Заместители директоров по воспитательной работе прошли курсовую подготовку по этой теме. В школьных библиотеках отслеживается вся поступающая литература. На компьютерах установлены контент-фильтры, чтобы исключить возможность выхода школьников на сайты запрещенных в нашей стране организаций. Также проводятся классные часы, родительские собрания, розданы памятки учащимся и родителям.